Если индекс массы тела ваш 39, то, безусловно, вам уже нужна помощь хирурга, однозначно. Поговорим сегодня о бариатрической хирургии. Операция направлена на уменьшение объема желудка и комбинированный, который сочетает с собой уменьшение объема желудка и шунтирующий этап. То есть операция направлена на уменьшение всасывания пищи. Ожидания должны быть реалистичными. С операционного стола, безусловно, пациент, пациентка не встанут уже 90-60-90, безусловно. То есть процесс проходит в течение года, как правило. То есть это постепенное снижение массы тела. У вас же наверняка есть список пациентов, которые похудели больше, чем на 100 кг. За год абсолютно реально, в общем-то, достичь физиологической нормальной массы тела. Допустим, если пациентка ростом, допустим, месяца метр 60, да, но весит на момент операции 120 кг, абсолютно реально, через год она может весить 60 кг. Как решиться все-таки при индексе массы тела больше 35, начать диалог с хирургом? Посмотреть на себя в зеркало. Ожирение – это, наверное, всемирная эпидемия, и значительному проценту населения необходимо сбросить лишний вес. Поговорим сегодня о бариатрической хирургии, как о методе лечения ожирения с помощью хирурга. Ну, совершенно верно. То есть, если еще там несколько лет назад речь шла, что проблема ожирения – это не наша проблема, а это проблема развитых стран, Соединенные Штаты Америки, Западная Европа и так далее, то на сегодняшний день, ну, это, пожалуй, направление, где мы догнали уже Европу. То есть, у нас среднестатистическое количество ожирений такое же, как в Европе, больше 20% в среднем. И необходимость в лечении этой проблемы, она уже явная. Ну, это и угроза жизни, это и угроза своему здоровью, и очень много меняет лишнее детство. Ну, безусловно, продолжительность жизни людей с избыточной массой тела как минимум на 10 лет меньше, нежели людей с нормальной массой тела. А это связано с тем, что ожирение – это заболевание, которое приводит к ряду осложнений, таких как сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, да, деформирующие артрозы, то есть, разрушаются суставы колена и тазобедренные суставы. А многие мамы не могут стать мамами, которые… Нарушается гормональный, вторично нарушается гормональный фон, и, безусловно, затруднено, в общем-то, не могут забеременеть, потом затруднено вынашивание и так далее. То есть, для молодых женщин это большая проблема. Если вот у женщины первая линия борьбы с лишним весом, диеты, спорт пройдена, и ничего не помогает, а масса тела значительная, именно эти пациентки являются клиентами в бариатрической хирургии? Ну, безусловно, но если мы говорим о женщинах, ну, в основном, да. И мы работаем в рамках консенсуса, который определяется всемирной организацией, так называемая ФСО, которая объединяет всех специалистов, занимающихся ожирением. И вот согласно консенсусу, это индекс массы тела 39. Индекс массы тела – это соотношение веса к росту, взятом в метрах, квадрате. То есть, если индекс массы тела ваш 39, то, безусловно, вам уже нужна помощь хирурга, однозначно. Если у вас индекс массы тела на сегодняшний день 35, и есть осложнения такие, как гипертоническая болезнь, если есть сахарный диабет 2 типа, мы тоже в состоянии помочь вот данной категории пациенток. Бариатрическая хирургия помогает похудеть за счет ограничений в объеме желудка, в всасывании. В чем именно заключается эта операция? Есть два типа операций, которые на сегодняшний день признаны в спектре возможных выполняемых операций. Эта операция направлена на уменьшение объема желудка, так называемые рестриктивные операции, и комбинированные, которые сочетают с собой уменьшение объема желудка и шунтирующий этап, то есть, уменьшение всасывания. Операция направлена на уменьшение всасывания пищи. Первый тип операции вот еще недавно, это было все на слуху, бандажирование желудка очень широко применялось, то есть, накладывался бандаж, то есть, такая удавка, грубо говоря, на желудок. Ну, тут иногда ремень на желудок, ну, наверное, картинка. Да, да, это, в общем, было очень распространено буквально еще пять лет назад, и этот тип операции в мире составлял порядка 50% всех выполняек операций. На сегодняшний день это умирающая операция, это от нее отказывается. Ну, во-первых, это использование инородного тела, которое остается навсегда, и с наличием этого инородного тела, в общем-то, связано целый ряд возможных осложнений в отдаленном периоде. Они сейчас всегда пытаются избавиться от этого инородного. Да, и на сегодняшний день, вот если в Европе было поставлено в свое время порядка 8 тысяч бандажей, ну, на сегодняшний день порядка 2-3 этих бандажей удалено. Ну, тоже и в нашей стране, в общем, та же тенденция. На сегодняшний день мы не используем, то есть, мы широко использовали эти операции, еще там 5-7 лет назад выполняли, то сейчас уже не выполняем. К этому типу операции, ну, наиболее распространенной в сегодняшний день есть так называемая рукавная резекция желудка. Когда убирается, так называемая, большая кривизна, то есть, вдоль желудка удаляется часть. Остается трубка в виде, значит, объемом от 60 до 100 миллилитров. И за счет этого, за счет уменьшения объема желудка и за счет того, что убирается часть желудка, так называемое дно желудка, где вырабатывается гормон голода, грелин, вот происходит процесс похудения, снижения массы тела. То есть, в результате человек наедается маленьким объемом? Меньшим объемом, небольшим объемом пищи, совершенно верно. При этих типах операций могут ли снижаться сахара? Да, могут. Но за счет того, что уменьшается, пациент худеет, и снижается объем, так называемого, абдоминального жира, то есть, жира, который находится в брюшной полости. Он вырабатывает целый ряд гормонов, на сегодняшний день известно, там, порядка 6, я так думаю, что в ближайшее время будет обнаружено еще больше гормонов. И в связи с тем, что уменьшается объем этой клетчатки, собственно говоря, есть шанс, ну, порядка 50-60%, что, в общем-то, будет эффект и при сахарном диабете. Ожидания должны быть реалистичными. Ты не похудеешь сразу после операции? Нет, это не сразу же. С операционного стола, безусловно, пациент, пациентка не встанут уже, значит, 90-60-90, безусловно. То есть, процесс проходит в течение года, как правило. То есть, это постепенное снижение массы тела. Каких результатов добивались ваши пациенты за год? Ну, за год абсолютно реально, в общем-то, достичь физиологической нормальной массы тела. Допустим, если пациентка ростом, допустим, метр 60, да, но весит на момент операции 120 килограмм, абсолютно реально, через год она может весить 60 килограмм. Другая жизнь абсолютно. Ну, абсолютно другая жизнь, да, конечно. Это фантастика. Питание, качество питания сохраняется прежним? Да, абсолютно, да. Все витамины и там можно? Все, все остается, и по характеру, через три, ну, три недели после операции, как правило, это жидкая и полужидкая пища, а через три недели характер пищи может быть, в общем-то, любой. Поддерживающая медикаментозная терапия какая-то нужна ли? Значит, на сегодняшний день, согласно, в общем, всех консенсусов, которые существуют на сегодняшний день, считается необходимым приемом препаратов железа и фолиевой кислоты только женщинам диетеродного возраста. Мужчины и женщины более старшего возраста только по необходимости. Необходимость такая, в общем, возникает крайне-крайне редко. Мы поговорили про операцию по уменьшению объема желудка. Да. Какой еще есть вид? Ну, на сегодняшний день вот эти все операции, если есть такой, так называемый, синдром сладкоежки, когда пациенты любят сладкое. Но, к сожалению, такой тип операции, в общем-то, не принесет хорошего результата. Да, можно и небольшим тортиком. То есть, будет обман вот этой конструкции, то есть, жидкая калорийная пища употребляется в любом случае. И они будут худеть, но недостаточно. И что, в общем-то, еще является противоказанием к этому типу операции, если мы говорим о рукавной резекции, если есть диафрагмальные грыжи, то есть, если есть так называемый рефлюкс зафаид, когда забрасывается содержимое желудка в пищевод, то после такого типа операции данные проблемы, они только усугубятся. То есть, это, в общем-то, противопоказание к выполнению этого типа операции. И какой выход остается? Существует, американцы, в общем-то, считают, что золотым стандартом на сегодняшний день является это желудочное шунтирование. Это изменение анатомии желудочно-кишечного тракта, то есть, желудок разделяется на две части. То есть, в дальнейшем у человека был один, осталось два желудка. Один маленький, объемом всего 20-30 мл, который участвует в пищеварении. Этого достаточно для молодых женщин, которые планируют беременность, вынашивание, кормление. Это абсолютно достаточно. Жидкость проходит сразу же, не хочется кушать. Объемы употребления пищи уменьшаются. И большой желудок, в который не поступает пища, но продолжает вырабатывать желудочный сок. Далее пересекается тонкая кишка, и она сшивается с этим малым желудком. Дальше пища на определенном протяжении идет, не смешиваясь с основной частью желудочного сока, желчью, которая поступает в 12-перстную кишку, и соком поджелудочной, который также поступает в 12-перстную кишку. То есть, вот эта часть кишечника, она вшивается несколько дальше. Получается так, что мы ничего не удаляем, мы обеспечиваем просто с опозданием обработкой пищи, поэтому меньше всасывания. Отсюда вот стопроцентный результат при данном типе оперативных вмешательств. Вот такое изменение анатомии, какие преимущества имеют? Это обратимая операция, если удалили мы часть желудка, ее же обратно не восстановишь. В американской медицине вот было ряд случаев, которые там была глазка, что бодибилдеры, которые набрали сильный вес, не могли с этим справиться, им сделали этот тип операции. Ну, они решили опять вернуться в профессиональный бодибилдинг, но набрать мышечную массу, вот такую им не удавалось. Поэтому мы выполнили восстановление, то есть мы восстановили полностью единый желудок и полностью вернули анатомию так, как было. Фантастика. То есть технически это возможно. Технически это возможно. Но, как правило, человеку, который, в общем-то, страдал данной проблемой, маловероятно, что захочется все вернуть на круги своя. Ну, я думаю, пациенты очень ценят свое тело после вот таких операций. Ну, безусловно, безусловно. Зачастую пишут, там, пациентки, что вот там через какое-то время, через полгода, вот мы же никому не можем сказать, что вот нас прооперировали, вот хочу поделиться, вот такие вот сейчас меняю полностью гардероб и вот так я выгляжу. Ну, вот эти медленные изменения, они на самом деле позволяют скрыть факт операции, мне кажется. Изменения же происходят медленно. Ну, медленно, но они явные, то есть и публичные люди, их много, которые говорят, что они самостоятельно похудели, но на такие большие объемы самостоятельно похудеть можно. Невозможно удержать вес. Удержать вес очень тяжелый вес. Ну, при индексе массы тела свыше 39, к сожалению, удержать результат, который достигнут в результате каких-то диет изнурительных, там, можно проводить сутки в спортзале и так далее. Но, к сожалению, феномен существует качелей, то есть 10 килограмм сбросил, через какое-то время уже набирать уже 20, плюс 20. И так постепенно уже, начиная с индекса массы тела 39, очень быстро идет плюс, только плюс. Всегда ли приходится пациентам комбинировать операцию с классической хирургией? Нет, не всегда. Не всегда, особенно если речь идет о молодых женщинах. Если они идут дальше в спортзал, если индекс массы тела 39-40, абсолютно реально, что после операции пластический этап им и не понадобится. То есть кожа, в общем-то, тургор сохранен еще. И поэтому, как правило, она еще сокращается. Но если мы говорим о индексе массы тела больше 50-60, то есть это вес 200-250 килограмм, там чудес не бывает. Однозначно там нужен пластический этап. После того, как стабилизируется вес, в течение двух месяцев будет стабильный вес, но тогда уже это проблема перед пластическими хирургами, и там это уже… Они могут чувствовать себя скульпторами. И вернуть и форму. Форму, и тогда это абсолютно безопасно. То есть если выполнять пластические операции при таких объемах, когда вес 120-150 килограмм… Без похудения. Без похудения. Там липосакция, там вот. Но липосакция не является методом лечения ожирения. То есть это стопроцентный возврат, и если вот такой большой объем удаляется жира, это чревато очень серьезными осложнениями. Расскажите, когда нужно познакомиться с хируржем? Когда нужно принять это решение и все-таки обратиться к хирургу? И можно ли это сделать самостоятельно, или нужно направление до пациента? Ну, это можно сделать в нашей стране. Ну, наверное, к сожалению, это происходит, когда пациенты сами принимают решения. В общем-то, смежные специалисты, те, которые должны, те же эндокринологи, гастроэнтерологи, диетологи, редко направляют вот данную категорию пациентов. И поэтому, несмотря на то, что Украина была одной из первых стран, где возникла вообще эта хирургия, в 67-м году еще академик Шалимов выполнил первую операцию бариатрическую. Во многих странах еще вообще не знали, в общем-то, термина бариатрической хирургии и так далее. Но, тем не менее, на сегодняшний день по количеству операций, официальная статистика, вот за прошлый год, это 400 операций, которые выполнены в нашей стране. Но это не важно. Очень малая для нашей страны, по сравнению с Румынией, которая, в общем-то, в 2,5 раза население меньше, но выполняет 3 тысячи операций. В России в прошлом году 5 тысячи операций. Ну и так далее. А в мире за прошлый год было выполнено 600 тысяч таких подобных операций. Почему так мало в Украине? Неосведомленность. 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 Страх. Ну и, по-видимому, все-таки цена. У нас нет медицинской страховки. Это первое. Ну, во многих странах, собственно, эта проблема и не покрывается страховкой. Но дело в том, что мы же работаем операцией лапароскопические, только лапароскопические. То есть через проколы мы выполняем. Пациенты через 2 часа уже после этих всех операций ходят, себя обслуживают. Ну, а мы работаем тем же инструментом, та же оборудование, что и американцы, немцы, израильтяне и так далее. Цена вопроса. То есть все инструменты одноразовые. Поэтому, в общем, себестоимость, очень большая себестоимость вот данной операции. Не сомневаюсь, что изменение человеческой анатомии это на самом деле сложная, очень сложная операция, требующая не только себестоимости, но и навыков хирургов. Ну, безусловно. Расскажите, какие показания все-таки есть к бариатрической операции? Бариатрическая операция – это наличие индекса массы тела на сегодняшний день, ключевой, 39 и выше. Если есть свыше 30, индекс массы тела, есть сахарный диабет 2 типа, да, тоже это является показанием. Если есть высокое давление на фоне ожирения, начиная с индекса массы тела – 35, да, вот это вот та категория пациентов, которым мы можем помочь. И бесплодие в том числе? И бесплодие в том числе. А как следует? То есть, они худеют, эти пациентки, они худеют. И дальше, пожалуйста, ими занимаются репродуктологи, в общем-то, гинекологи. Либо же удается восстановить гормональный фон и самостоятельно беременеют, либо же занимаются эко-репродуктологией. И тогда, в общем, они вынашивают. Самая возрастная пациентка, которая забеременела родила, у нас 47 лет. После бариатрической операции. Эко, двойня. Фантастика. Это мечта, наверное, просто у женщины случилась, которую она не могла осуществить. При этом вскармливать ребенка и самой питаться. Да, абсолютно адекватно. Фантастика. Расскажите, у вас же наверняка есть список пациентов, которые похудели больше, чем на 100 килограмм. Как меняется жизнь людей? Ну, если это говорит, ну, женщины, там, мужчины, то есть, не было, как правило, там, устроено личное жизнь. Они, то есть, все меняют. То есть, они там женятся, выходят замуж и так далее. То есть, абсолютно, абсолютно меняется образ жизни. То есть, люди занимаются спортом, то, чего они не могли себе позволить за счет избыточной массы тела. Хранят ли свои фотографии дуги? Или удаляют? Нет, как правило, как правило, уничтожают. Ну, вот эта категория, как правило, ну, не признаются окружающим в том, что им выполнена вот такая операция. Ну, это несложно, поскольку разрезов никаких же больших нет. Это проколы небольшие. Максимум, там, до 10 миллиметров проколы. Собственно, скрыть это несложно. Но жизнь меняется. То есть, они ведут нормальный образ жизни. Как долго они с вами на связи остаются? Сколько еще? Или это все жизнь-то на связи со своим хирургом? Ну, по желаниям, по желаниям. Некоторые после операции сразу же исчезают, безусловно. Некоторые очень долго, некоторые хотят, вот им нужно с кем-то хотя бы поделиться, вот как они выглядят и так далее. По медицинским показаниям нужно ли оставаться на связи со своим хирургом? Не все специалисты, не все хирурги, в общем-то, знают данный тип операции, к сожалению. И если какие-то возникают проблемы, зачастую они все-таки обращаются к нам, чтобы понимать, что с ними происходит. Если вот случаются совершенно другие проблемы, особенно, что касается желудочно-кишечного тракта, они, конечно, обращаются. Тогда Ваш совет, как решиться все-таки при индексе массы тела больше 35-ти начать диалог с хирургом? Посмотреть на себя в зеркало. Ну и оценить, измерить себе давление, определить уровень сахара. И дальше, и дальше принимать решение, и дальше принимать решение. То есть, это проблема на сегодняшний день, то есть, ничего нового мы не предлагаем. Это на сегодняшний день, в общем-то, концепция. Мы имеем пандемию, не только коронавируса, а и ожирение на сегодняшний день. Вот. И от проблем ожирения на сегодняшний день погибает значительно больше, чем от ковида пациентов. От осложнений, от осложнений сахарного диабета, инфаркты, инсульты, причиной которой является зачастую избыточная масса тела. Да. А многие женщины не могут стать мамами, и откладывают этот вопрос навсегда, относя себя к бездетным, например. Да. Расскажите, как начать консультацию с вами? Как вас заставить между конференциями, приемами, операцией? Ну, если это речь идет о клинике Лэлэка, то, как правило, звонят в колл-центр и записывают ко мне. И здесь, либо в женской консультации проходят консультации. Присшествует ли какая-то диагностика дополнительная операция? Ну, уже после консультации в каждом конкретном случае насколько нужно. То есть, операция должна быть безопасной. Бывают случаи, когда к операции приходится готовиться и до полугода. Ну, это когда индексы массы тела там около 80, то есть вес 250-300 килограмм. Бывают же такие пациентки и пациенты. Операция должна быть безопасной. Через 2 часа пациент должен встать и пойти. И в клинике находится, в зависимости от типа операции, трое-четверо суток. И они должны уйти и уйти от нас навсегда, собственно говоря. Поэтому мы очень полно обследуем. Это, как правило, обследование амбулаторное. Но если необходимо, в общем-то, помощь смежных специалистов, кардиологов, пульмонологов, мы подключаем и готовим к операции, если есть необходимость. Но сам процесс диагностики не длительный. Он не длительный. То есть, в течение двух-трех дней можно провести обследование для того, чтобы понимать, насколько безопасно вот прямо сейчас стартовать с решения проблемы, либо же ее надо отложить на какое-то время с целью подготовки легких, сердца и так далее. Сколько бы вы дали пациенту с индексом массы тела больше 39 времени на размышления о том, стоит ли, стоит ли знакомиться с этим? Ну, каждый, вы понимаете, каждый, это сложная очень проблема, но это не онкология, да? Зачастую, зачастую, есть большинство, к сожалению, вот наших сограждан считают, что такое есть, пока все компенсировано, сахара нормальный, давление пока нормальное, все хорошо, но долго ли это будет хорошо? Ну, каждый должен понимать, что не долго, да? То есть, рано или поздно у человека с ожирением будет сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь однозначно, да, а дальше, ну, это инсульты, ну, и так далее. Ну, и если же уже есть сахарный диабет или гипертоническая болезнь, нужно максимально быстро торопиться? Ну, это максимально, ну, безусловно, уже ее не решать, то есть, есть проблема, которую надо решать, то есть, как правило, после того, как пациенты худеют, и они не принимают никаких препаратов. Прекрасно. То есть, снижается масса тела, нагрузка на сердце уменьшается, то есть, давление стабилизируется без всяческих препаратов. Ну, и сахара, за счет, больше, это вот, пришунтирующих операций, поскольку пища не идет через двенадцатый перстной кишкой, а там вырабатываются так называемые гормоны антидинкретины. Нет пищи, они блокируются, и поэтому в течение трех недель, как правило, то есть, если это свежий диабет, либо это преддиабет, так называемый, инсулино-резистентный, то это буквально в течение трех недель все-все приходит в норму полную. Ну, то есть, можно сказать, что человек здоров, здоровый, это не только вопрос эстетический. Это не только эстетический, это и, в общем-то, здоровье действительно полноценно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за такую возможность в Украине сделать такую удивительную операцию, и не только прийти в форму, оздоровиться, а для женщины стать мамой.